В Карачево-Черкесии проходит неделя «Белой трости». В рамках этой акции в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих провели встречу с гостями из Москвы. Альбина Ламкова расскажет подробнее. Жизнь незрячих, ну, всем понятно, и окружающим, и самим незрячим, это дело очень непростое. Вот здесь главное не опускать руки, не впадать в депрессию, то есть искать какие-то точки опоры. Для всех это разные. Для кого-то работа, для кого-то образование, для кого-то путешествие, друзья и так далее, семья. И опять-таки из этой трудной ситуации все люди выходят по-разному. Кто-то для ориентировки пользуется навигатором. Её навигатор – четвероногий друг. Ирина Андреева не доверяет техническим средствам. Ей ближе сочетание труси и, конечно же, собака-поводырь. А всё, что вызовет вопросы по месторасположению, можно спросить, говорит она. Ирина приехала из Москвы вместе с супругом Мухамедом. Он родом из нашей республики. В семье у них двое детей. Недавно родилась внучка. Из-за травмы супруг тоже стал незрячим. Конечно же, родители по жизни. Помогают дети по необходимости. Помогают собачке. Это моя четвёртая собака. Проводник. На данный момент это овчарка немецкая. Долли. Ей три года. Причём наши собаки работают очень много. Вот сюда мы сейчас приехали. Не на такси, а на автобусе. И от автобуса уже своим кодом. Причём Долли эту дорогу не знает. Она шла первый раз. Проблемы со зрением у Ирины Андреевой начались трёх лет. До этого момента всё было хорошо. После травмы зрение стало постепенно ухудшаться. Окончательно было потеряно после 20 лет. Из-за сопутствующих проблем учёба проходила в специализированной школе-интернате в Москве. Несмотря на жизненные трудности, она смогла найти своё призвание. Окончив медучилище в Кисловодске, стала профессиональным массажистом. Проработала 33 года в детской поликлинике. Совершенно не страшно брать на руки и крутить верстеть внучку полуторамесячную. В жизни Ирины большую роль играет собака-поводырь. Она способна не только вызывать положительные эмоции, но и выполнять роль верного помощника, который сопровождает по пути на работу, домой, помогая справляться с ежедневными трудностями. Это животное становится неотъемлемой частью семьи и приносит радость и поддержку каждый день. Собак-поводырей воспитывают в специальных центрах. Выдают не всем. Есть определённые требования. Собака даже самая умная не рождается поводырём. Вначале незрячий человек должен научиться ориентироваться с помощью трости. Затем он проходит нужный маршрут самостоятельно. И только потом показывает собаке. Незрячий человек в сопровождении собаки-поводыря по закону имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. В республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих Ирина пришла с супругом Мухаммедом. Они вместе с мужем поделились своим опытом и знаниями. На встрече присутствовали и слабослышащие, поэтому работал сурдопереводчик. В России всего три школы по подготовке собак-проводников. Если сравнивать с другими странами Европы, где на сравнительно небольшой территории находятся несколько школ. Поэтому ожидание в очереди собаки-проводника занимает где-то от года до двух лет и бывает дольше. Её история вдохновила многих присутствующих. И показал, что даже самые серьёзные жизненные трудности могут быть преодолены с помощью веры, поддержки близких и умения адаптироваться к новым условиям.